Военные называют танки оружием наступления. Пехота, проводя штурмовые операции, часто нуждается в прикрытии побратимов – штурмовых экипажей, боевых машин. При выполнении боевого задания танкисты-штурмовики могут подъезжать вплотную к блиндажам противника. «Если хорошенько попасть, то там выжить нереально. Там по-любому будут все убиты. Обычно как? Если мы выезжаем, нас россияне видят. Видят, что танк едет. То они вызывают все, чтобы нас уничтожить, потому что они нас очень боятся». Окупанты часто применяют управляемые противотанковые ракеты, чтобы остановить украинские боевые машины. Поэтому для защиты экипажа танкисты сами изготавливают специальную дополнительную броню. «Такие защитные конструкции, расположенные на башне боевой машины, бойцы называют кольчугами. И они способны уберечь от попадания FPV дронов коммигации, ну и других российских снарядов». Ощущения не очень. «Если что летит». «Птур, в прицел смотришь, такая красная точка летит на тебя. Даже если Корнет или Птур попадает в броню, он ее прожигает полностью. Если попадает сюда, струя рассекается. Процентов 50 и больше уже выжить экипажу». «Экипаж танка состоит из трех человек. Вот сейчас я нахожусь на месте наводчика. Мой оператор находится на месте командира танка. Ну и залезть в эту боевую машину не так уж и просто. Ребята говорят, что для всего нужен опыт». «Вы находитесь на месте наводчика. Впереди это прицел наблюдения. Слева, за что держитесь рукой, это ночной прицел. Если руки немного поднять вверх над прицелом, там так называемая чебурашка. Можно покрутить. Вот вы крутите отсюда, и башня идет вправо, влево, вверх, вниз. Вот это место наводчика. Так он и работает с вооружением». Часть боевых машин у танкистов 30-й отдельной механизированной бригады – российская трофейная техника. Ее противник оставлял на дорогах и в полях под Изюмом, убегая от сил украинской обороны во время проведения в прошлом году Харьковской операции. Среди трофеев – Т-80У. «Здесь есть более новые, модернизированные прицельные комплексы. Модернизирован немного механизм заряжания. Немного лучше, немного быстрее. А в бою лишние секунды. Чем быстрее, тем лучше». У этих боевых машин вертолетный двигатель. Такой, как у Ми-8. Он способен с легкостью развивать большую скорость у 46-тонной бронированной машины. «Двигатель 1250 лошадиных сил. Здесь в чем заключается момент? В нем один из двигателей Ми-8. Там стоит два, здесь один. Поэтому на нем очень практично и легко ездить. Если командиру сказать, что вас преследуют, водитель-механик может его разогнать до 100 километров по сухому грунту». Танкисты 30-й отдельной механизированной бригады отмечают, трофейная техника помогла украинским подразделениям выполнять боевые задания в Бахмутском районе. Здесь вся линия фронта покрыта оборонительными сооружениями российской армии. И без прикрытия штурмовых экипажей танкистов на этом направлении двигаться вперед непросто. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom.